Музыка Привет! Я решила запустить еще одну рубрику. И называться она будет что-то типа Каракова Кулинарит. У меня скапливается довольно много рецептов, очень вкусных, проверенных на собственном опыте, на собственной кухне. Сегодня мы готовим брауни с творогом и любыми ягодами, какими захотите. У меня, например, замороженная смородина. Сначала нам нужно растопить масло. Все пропорции будут даны в конце видео, так что смотрите внимательно, готовьте бумажки и ручки, будете записывать. Пока у нас растапливается масло, мы будем готовить начинку творога. Берем творог. Я беру творог домашнего производства. Мне повезло со свекровью, так как она держит скотину, то у нас регулярно, помимо молока, есть еще и домашний творог. Открою вам маленький секрет. Пока я смешиваю творог с яйцами, так, одного яйца мне точно не хватит. Я, в общем-то, готовлю обычно, на глаз. Ну, так как я готовлю уже не первый год, я не очень доверяю пропорциям с рецептами во всяких там журналах, то я смотрю, что получается у нас примерно по ходу приготовления. Нет, в общем-то, одного яйца здесь хватило. Так как я не знаю, какой у меня обмёртый твороган, то два яйца, я вижу, что здесь очень много. Вот получится, если будет добавлено два яйца, очень жидкого для начинки. Мне этого совершенно не нужно, поэтому я добавила одно яйца. Дальше нам нужно добавить сахар. Вот еще одна фишка моя. У нас сахар в семье не очень в почёте, поэтому я добавляю его не очень много. Тоже на глаз. Но обычно не ошибаюсь. Если бы вы знали, как у меня сейчас щекочет носу, я боюсь, я сейчас обчекаюсь просто. Для аромата можно добавить пакетик ланилина в нашу начинку. Начинка наша готова. Её можно отставить теперь в сторону. Когда меня осенила идея, что можно записывать еще в видеорецепты, я подумала, что это будет отлично мотивацией, моей личной, моей мотивацией, для того, чтобы держать плиту в идеальной чистоте. Просто я вот такой человек, я пользоваться ей пользуюсь, но всегда мытье откладываю на потом. И просто плита – это моя вечная боль. Я на нее гляну, ужаснусь, приготовлю покушать, и пошла своими делами дальше заниматься. Я понимаю, что это нехорошо, падает на меня тень, как на хозяйку, но плита – это просто какая-то чёрная дыра моя. И при помощи вас я буду теперь держать свою плиту просто в идеальном порядке. Масло наше растоплено. В масло мы добавляем сахар. Взбиваем 2 яйца. Здесь нужно хорошенечко всё перемешать. Я делаю это вручную, но вы можете пользоваться миксером. Мне, если честно, просто лень его доставать. Нам нужно добавить какао. И у нас получается вот такая красивая коричневая смесь. Очень ароматная. Далее мы добавляем муку. Муку я вообще всегда добавляю на глаз. Вот не верю ни одному рецепту. Вот честно. Сколько раз пробовала по рецептам, ну, что-то где-то обязательно не сходится. Поэтому нам нужно получить очень густую кашеобразную массу. А не многовато для творога я наделала, для такого небольшого количества шоколадного теста. Ну, значит, будем творить и как-то выкручиваться. Вот такого плана у нас должно получиться наше тесто для браули. Берем нашу форму. Вот такая. Делаем французскую рубашку, чтобы ничего лишний раз не прилипало. Если вы захотите, вынимайте с формы. Смазываем форму маслом. Прямо все стенки хорошенечко смазываем. Далее берем муку и посыпаем стенку дно. Прямо вот по вот этому маслу. Получается у нас французская рубашка. Брауни нужно делить на три части. Творожную начинку на две части. Но так как у меня немного перевес в начинку, то мы... А что мы делаем? Мы делим не совсем поровну брауни на две части. И одна часть у нас будет начинка. Очень толстая-толстая начинка. Так, приступаем. Вот они, все мои кулинарные способности. Вы видите сейчас. Коробково лажаем. Очень тонко размазываем все это по дну нашей формы. Точнее, не тонко, но вот как получится. Вообще там должен быть хороший слой. Ну, я же говорила, коробково лажаем. Посему, как получилось, так и делаем. А потом скажем, что так и было. Или так и было. Да нет, в общем-то, нормально получается. Приступаем теперь к творогу. Я решила его сделать как бы двуслойным. То бишь, делим нашу начинку на две части. Выкладываем половинку. И берем наши ягоды. Вы можете брать вообще любые ягоды. В рецепте были вишни. У меня вишен сейчас нет. У меня есть замороженная смородина. Можно взять банан. Можно поэкспериментировать с апельсином. В общем, выкладываем наши ягоды поверх творога. Чтобы было не так кисло, посыпаем это все сахаром. Зачем я беру лишнюю ложку, когда у меня она есть. Это мы так сахар не едим, да? Мне вроде бы не страшно пока. Можно съесть пару граммов сахара. Продолжаем выкладывать наш творог уже поверх ягод. И остался у нас брауни. Сейчас мы его тоже сверху выложим. Тут уже можно... Точнее, что возможно. Ничего тут нельзя. Все слушают меня и делают так, как я. Шучу, конечно. Мало у нас, конечно, осталось. Сейчас как-то все размажу. Надо портономерить. Вообще, я поняла уже давным-давно, что кулинарии не в меня покажут. По крайней мере, у меня какой-то вот... Я покажу наполовину, я могу вкусно приготовить. Но с красотой у меня в этом плане проблемы. Ну вот, боже, ну что ты делаешь? Ну что ты так размазываешься красиво? В общем, получилось у меня нечто. Творожное шоколадное размазиное. Прямо хоть бери пальцами тут до рамы. Нет кошки. Вот ты тресни. Все. Вот нечто подобное у меня вышло. Выпекать все это нужно при 180 градусах 40-50 минут. Наш брауни с творогом, точнее, творог с брауни готов. Можно доставать его из духовки. И вот что у нас получилось. И в ближайшее время есть это, честно говоря, нельзя. Нужно дождаться, чтобы остыло. У меня всегда творог в духовке немножечко так тает. И если начинаешь извлекать из формы, то все превращается в кашу. Нужно, чтобы прошло время. Остыло, застыло. А еще лучше поставить в холодильник. И тогда все это имеет форму. Можно вынуть из нашей тары, в которой мы все это запекали. А можно вообще ничего не вынимать. Вот я, например, не люблю этого делать. Мне удобно в этой форме хранить все в холодильнике. Я закрываю крышку и ставлю в холодильник. Приятного вам аппетита. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много вкусных рецептов. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok